8 февраля в конференц-зале Управления Пенсионного фонда России в Кашхаблевском районе прошло совещание по итогам работы Пенсионного фонда за 2016 год с участием начальника Пенсионного фонда Аслана Ашева, заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда по Республике Эдгея Татьяны Киселевой и управляющего делами администрации района Рустама Хасанова. Открыл совещание и выступил с докладом о проделанной работе действий Кшикод начальник Пенсионного фонда Аслан Ашев. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кашхаблевском районе Республики Эдгея осуществляет свою деятельность в соответствии с возложенными направлениями и целями и задачами. Сотрудникам управления активно велась работа реализации федеральных законов, постановления и распоряжения правительства Российской Федерации. Иных нормативных правовых актов направлены на улучшение пенсионного обеспечения. В управлении по состоянию на 1.01.2017 год зарегистрировано 36 570 застрахованных лиц, из них откладных 31 090 лицевых счетов, в том числе 8 388 пенсионеров, что составляет более 27% из числа населения в общем. Из них 3642 пенсионера или 43-4% получают пенсию через организацию Федеральной почты связи Почта России и 4745 пенсионеров, что составляет 56%, получают через кредитную организацию Сбербанк, Сельхозбанк и другие кредитные учреждения путем перечисления на лицевые счета, открытые в данных кредитных учреждениях. И один человек получает на счет специализированного учреждения. Всю работу с принятыми документами отдела назначения перерасчета и выплаты пенсии и оценки пенсионных прав и клиентская служба осуществляется с использованием программных комплексов ПТК, КС, ПТК, НВП, ПТК, ОПД и также ведется прием заблаговременной работы, ПТК, КС, заблаговременная подготовка. Аслан Ашев в своем выступлении также отметил, что с 1 января 2016 года произведено увеличение социальных доплат к пенсиям 1249 неработающим пенсионерам, в связи с увеличением прожиточного минимума, установленного в республике Адыгея, что составило 8138 рублей. Несмотря на большой объем возложенных обязанностей, управлением постоянно ведется информирование населения, в том числе учащейся молодежи. После выступления Аслана Ашева Татьяна Киселева дала положительную оценку работе пенсионного фонда в Кашхабльском районе. Я знаю, что вы и картами, и участами, и отработали, даже если есть где-то узкие участки, вы помогаете друг другу, естественно. Но более так вот предметно, более детально как бы услышать о каких-то итогах, я думаю, что это будет много пользу всем нам тоже. И оценить, что вы нашли. Поэтому, в основном, спасибо. Спасибо.